Современный мир развивается стремительно, наша жизнь становится комфортнее, на помощь в повседневных делах приходят всевозможные инновации. Но даже последние изобретения технического прогресса и научные мысли не заменят того, в чем каждый из нас нуждается. Это доброе общение, чуткое понимание, заботливое участие. Особенно остро эту необходимость ощущают представители старшего поколения, поэтому профессия социального работника остается одной из самых нужных и востребованных. Здесь не может быть безразличия. В сфере социального обслуживания нужно работать с открытым сердцем к людям, кто нуждается в посторонней помощи и уходе. Так считает социальный работник Центра социального обслуживания граждан пожилого возраста Фатима Хуажева. Живу в Кашхабле всю свою жизнь. Работаю тут в социальном обеспечении уже почти 6 лет. Бабушки наши отзывчивые, хорошие. В социальной службе Фатима Хуажева оказалась по воле случая, но сегодня уверена именно в этой работе ее призвание. Да, социальный работник признает, поначалу было сложно, ведь люди старшего возраста не всегда легко идут на контакт. Но постепенно, шаг за шагом, она научилась понимать своих подопечных, и сегодня работа приносит только положительные эмоции. Скажем так, в первое время это было сложно, потому что мы думали, что мы не сможем их удовлетворить, но они нам тоже сами помогли, можно так сказать. Нашли мы общий язык, и я, наверное, не знаю, как без них и дальше вдруг как-то уйду на пенсию, а их буду каждый раз вспоминать. Понимание, терпение и вежливость обязательно. Ну, думаю, вот эти качества самые нужны соцработнику. Трудовые будни Фатимы Сафарьбиевны насыщенные. У соцработника 9 подопечных. Она навещает каждого 3 раза в неделю. Круг обязанностей достаточно широкий и индивидуальный для каждого пожилого человека. Помимо домашних бытовых хлопот, среди обязанностей социального работника закупка продуктов, лекарств, товаров первой необходимости. Все это требует немало времени, терпения и сил. Ну, день вот у нас, например, подопечный, и минимум 2-3 раза в неделю мы должны их навещать. Вот мы договариваемся со всеми и определяем, в какие дни к кому ходить. Определяем и время заодно, к кому, когда лучше, удобнее прийти к этому подопечному. Вот когда определим, вот потом и начинается с утра, с 9 часов. К одной идем, делаем ее услуги. Там, если срочно кому-то лекарства надо, несем лекарства, продукты. А потом там влажная уборка, сухая уборка, в какой день она выберет сама, вот делаем. И вот потом к другой, потом к третьей, к четвертой. Вот так день и проходит. Теплой с благодарностью отзываются Альфатиме Хуажевой и ее подопечные. Застали у социального работника, у Татьяны Барабановой. Пожилая женщина души не чает в этом добром, отзывчилом человеке. Меня послуживает Альфатима. Очень хорошая, добрая, такая, все, что делает. Влажную уборочку, все делает и сухую, и влажную, и продукты приносит, и лекарства приносит. Очень довольна, очень, такая хорошая, такая умница, очень хорошая, что хорошая, то хорошая, такое трудно найти. Говоря о своей профессии, Фатима Сафарбиевна признается, иногда бывает непросто, но желание сменить сферу деятельности у нее не возникало никогда. Социальная работа – это возможность сделать лучший мир вокруг и измениться самому, становясь терпимее, внимательнее и добрее. Своим коллегам пожелаю, главное – это здоровье, большого терпения, сил побольше нам, оно нам не помешает. Удачи, успехов с нашими подопечными, им тоже большого здоровья мы желаем.